Мафия бессмертна. На прошедшей недавно выставке «Игра в достижении Gamescom» была продемонстрирована геймплей-версия Мафии. О ней мы сегодня с вами и поговорим. Начать хотелось бы с того, что игра уже вызвала бурные обсуждения после показа геймплея, и многие люди оказались разочарованно увиденным. Почему же так произошло? Давайте начнем издалека. Сюжет игры будет развиваться не в итальянской семье. Да-да, вы не ослышались. Единственным итальянцем в нашей банде будет Витто Скалетти, который сильно постарел. Сейчас ему на вид лет 60. Хотя если смотреть на временные рамки, то это не так, и получается ему либо 40, либо 50 лет. Как же мы будем связаны с итальянцами и вообще с мафией? На самом деле у нас будет своя банда, которая собирается встать в противовеску за Ностро. Всего это 4 персонажа, которых, к слову, можно будет привлекать к совместному прохождению. Правда, не в режиме кооператива. Это будут персонажи с искусственным интеллектом. Призывать их стоит с разумом, так как каждый из них обладает своими способностями. Как-то мог бы бились геймплей. Вернемся же к нашему сюжету. Итак, наша четверка, эдакая команда А, собирается захватить власть в Новом Орлеане, отобрав по частям город и уничтожив мафию. Ну что же, довольно не типично для игр этой серии, и уже только этот момент оказался довольно противоречимым и достаточно отпугивающим. Вернемся обратно к геймплею. В боевой части нас ждет довольно стандартная в наше время система «Укрывайся и стреляй». Однако приятным моментом является то, что у нашего героя не будет восстанавливающегося здоровья, что добавит игре хардкорности и, возможно, вернет атмосферу. Хотя кого я обманываю. Носить наш герой сможет всего два типа оружия одновременно, и это довольно странно, учитывая, что они называют это реализмом, закрывая при этом глаза на другие вещи, которые выглядят не просто нереалистично, а как будто это игра про Спайдермена или Черепашек-ниндзя. Относительно части вождения игра выглядит уж больно странно. Передвижание на машинах очень аркадно, их слишком неправдоподобно заносит на поворотах, а машины врагов переворачиваются и взрываются как салют в День Победы или на Новый Год. Куда пробал реализм сущей играми этой серии. Да, и еще один, ну слишком странный элемент. Над рогами выйдем значки. Красные молнии. Зачем это вообще нужно? Это же не аркадный битэмап, в конце концов. Надеяться остается на то, что это всего лишь ранний билд, и многое еще уберут и подправят, особенно с учетом бури гнева с форума Reddit. Давайте о приятном. В игре будет хорошая музыка, и это обусловлено временными рамками игры. Мы услышим Animals, услышим Beatles, Джимми Хендрикса, скорее всего Фрэнка Синатру, поэтому фанатеющим по саундтреку к играм это будет большим плюсом. Опять же к слову о том, что временные рамки смещены, и насколько сильно это повлияет на игру. Как вы понимаете, это совсем другая эпоха. Это другие одежды, другая музыка, другой металлите, другая архитектура зданий, и все это именно на данный момент выглядит как подделка на GTA. Да, я абсолютно серьезно. А что, открытый мир сайт квеста на манер GTA San Andreas, где нам нужно будет отвоевывать территории и завербовывать людей в банду? Свобода действий, хочешь убивай всех подряд и забудь про главную сюжетную линию? Хочешь отыгрывать настоящего пацана, который идет к успеху? Скажу честно, я всегда достаточно оптимистично настроен и готов давать шанс разработчику вплоть до выхода игры. Но на данный момент я, как и большинство людей, разочарован. Следующий билд мы увидим, скорее всего, в следующем году, на E3 или том же самом Gamescom. Поэтому давайте просто надеяться, что разработчики учтут мнение геймеров, которые просто изливают тонны негатива в адрес разработчиков, и им будет что нам показать, помимо взрывающихся как фейерверк машин и значков молнии над головами врагов. Субтитры создавал DimaTorzok